Церковь в честь святых жен Мироносец стоит в Нижнем Новгороде с XII века. С древности в этом святом месте звучала молитва. Долгие годы храм находился в запустении, но в минувшем году началось возрождение святыни. Трудами реставраторов и иконописцев Нижний знаменский предел храма заметно преобразился всего за несколько месяцев. Чин его освящения и первую божественную литургию в Доме Божием совершил архиепископ Нижегородский Арзамаский Георгий. Продолжат наши нижегородские коллеги из телекомпании «Образ». Завершен самый трудоемкий этап реставрации Нижегородской Церкви в честь святых жен Мироносец. Не так давно специалисты закончили наружные работы. А в день памяти святой мученицы Татьяны был освящен нижний предел в честь иконы Божией Матери Знамени. Богослужение возглавил архиепископ Нижегородский Арзамаский Георгий. Богослужение именов, освящение, священие, жертвы Тебу Северка, благословение сей, во веки веков. В течение девяти лет мы занимаемся основанием этого храма. Спасали купола, возродили колокольню, закупляем фундаменты, конструкцию зданий. А этот этап мы приступили уже к благоукрашению этого святого храма. И он выглядит сегодня, первый его предел, как невеста Христова. Попечители начали интенсивную работу по восстановлению древнейшей приходской церкви Нижнего Новгорода в апреле 2011 года. В то время лишь особенности архитектуры напоминали о том, что здесь когда-то был храм. За несколько месяцев реставраторы и иконописцы буквально вернули его к жизни. Нижний храм был в таком запустении, в таком состоянии. Здесь была гора практически мусора всевозможного. Которая накопилась за десятилетия. И, конечно, ничего, даже осколка нигде не оставалось от предыдущей росписи и предыдущего к анастаса. Поэтому контраст, конечно, впечатляет. Несколько сотен нижегородцев проявили деятельное участие в восстановлении церкви. Большинство из них – женщины. В соборном храме в честь святых жен Мироносец они видят место особого покрова Божьего. Радует такое убранство храма. Я, по своим ощущениям, здесь в душе как-то легко. Я, наверное, буду приходить сюда. И потом храм в честь и жен Мироносец. Это, ну, жены Мироносца несли добро, верность, чистоту. И мне кажется, что и женщинам сюда надо приходить. Всем миром этот храм поможем восстановиться. В ближайшее время реставрационные работы развернутся уже в верхнем храме. Попечительский совет планирует полностью завершить его восстановление к лету текущего года. Тогда же на территории церкви должен появиться памятник ее самым известным прихожанам – преподобным Макарию Желтоводскому и Ефимию Суздальскому.